Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за всё. Ты любишь и хранишь нас в мире своём совершенном, работаешь над душами нашими, производя в них и хотения, и действия. Ты преобразуешь нас в свой образ и своё подобие, даёшь силы и мудрость следовать за Тобой, быть послушными Тебе, чтобы в своё время мы могли войти в радость Твою на небесах. Спасибо Тебе за любовь, милость и прощение. Слава и хвала Тебе наш Бог во имя Иисуса. Аминь. Добрый день, хорошие мои! Вы на канале Тот, кто больше храма. Притчи Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце Твоё, Ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат Тебе. Милость и истина да не оставляют Тебя. Обвяжи ими шею Твою, напиши их на скрижали сердца Твоего, и обретёшь милость и благоволение в очах Бога и людей. Надейся на Господа всем сердцем Твоим и не полагайся на разум Твой. Во всех путях Твоих познавай Его, и Он направит стези Твои. Не будь мудрецом в глазах Твоих. Бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела Твоего и питанием для костей Твоих. Чти Господа от имения Твоего и от начатков всех прибытков Твоих, и наполнятся житницы Твои до избытка, и точила Твои будут переливаться новым вином. Сегодня мы читаем Евангелие от Луки, главу 16. Глава 16. Глава 16. Глава 16. Глава 16. догадливее сынов света в своем роде и я говорю вам приобретайте себе друзей богатством неправедным чтобы они когда обнищаете приняли вас в вечные обители верный в малом и во многом верен они верным в малом неверен и во многом и так если вы в неправедном богатстве не были верны кто поверит вам истинное и если в чужом не были верны кто даст вам ваши никакой слуга не может служить двум господам ибо или одного будет ненавидеть а другого любить или одному станет усердствовать а у друг о другом не родить не можете служить богу и мамоне слышали все это и фарисеи которые были сребролюбивы и они смеялись над ним он сказал им вы выказываете себя праведниками пред людьми но бог знает сердца ваши ибо что высоко у людей то мерзость пред богом закон и пророки до иоанна сего времени царствие божие благовествуют и и всякий усилием входит в него но скорее небо и земля придут нежели одна черта из закона пропадет всякий не разводящийся женой своей и женящийся на другой прелюбодействует и всякий женящийся на разведенный с мужем прелюбодействует некоторый человек был богат одевался в порфиру и весон и каждый день пиршествовал блистательно был также некоторые нищий именем лазарь который лежал у ворот его в струбьях и желал напитаться крошками попадающими со стола богача и псы приходя лизали струбья его умер нищий и отнесен был ангелами на лона авраамова умер и богач и похоронили его и воде будучи в муках он поднял глаза свои увидел вдали авраама и лазаря на лоне его и возопив сказал отче аврааме умилосердись надо мною и пошли лазаре чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой ибо я мучаюсь в пламени сем но авраам сказал чада вспомни что ты получил уже доброе твое в жизни твоей а лазарь злое ныне же он здесь утешается а ты страдаешь и сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть так что хотящие перейти отсюда к вам не могут так же и оттуда к нам не переходят тогда сказал он так прошу тебя отче пошли его в дом отца моего ибо у меня пять братьев пусть он засвидетельствует им чтобы и они не пришли в вместо мучения авраам сказал ему у них есть моисей и пророки пусть слушают их он же сказал нет отче аврааме но если кто из мертвых придет к ним покаются тогда авраам сказал ему если моисея и пророков не слушают то если бы кто из мертвых воскрес не поверят в этой главе иисус рассказывает притчу о богаче и нищем и больном лазаре в которой он говорит нам о важности праведной жизни здесь на земле потому что потом после земной жизни уже поздно и невозможно будет что-то поменять менять нужно здесь и сейчас и именно для этого бог дал нам свое слово которое живо и действенно и острее всякого меча обоюду острова оно проникает до разделение души и духа составов и мозгов и судит помышление и намерение сердечные только святое божье слово может помочь нам не заблудиться в мире пораженным грехом в мире разрушенным похотью и соблазнами и только оно может вывести нас на путь иисуса который и есть и путь и истина и жизнь да не отходит сия книга закона от уст твоих но поучайся в ней день и ночь дабы в точности исполнять все что в ней написано тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно и это единственно возможный путь ведущий на небеса псалом давида спаси меня божий ибо воды дошли до души моей я погряз в глубоком болоте и не на чем стать вошел во глубину вод и быстрое течение их увлекает меня я из немог от вопля засохла гортань моя и стомились глаза мои от ожидания бога моего ненавидящих меня без вины больше нежели волос на голове моей враги мои преследующие меня несправедливо усилились чего я не отнимал то должен отдать боже ты знаешь безумие моё и грехи мои не сокрыты от тебя да не постыдятся во мне все надеющиеся на тебя господи божий сил да не посрамятся во мне ищущие тебя божий израилев ибо ради тебя несу я поношение и бесчестием покрывают лицо моё чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей ибо ревность по доме твоём снедает меня и злословия злословящих тебя падают на меня и плачу постясь душою моею и это ставят в поношение мне и возлагаю на себя вместо одежды вретище и дела делаюсь для них притчу а мне толкуют сидящие у ворот и поют в песнях пьющее вино и а я с молитвою моею к тебе господи во время благоугодное боже по великой благости твоей услышь меня в истине спасения твоего извлеки из меня истины чтобы не погрязнуть мне да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод да не увлечет меня стремление вод да не поглотит меня пучина да не затворит надо мною пропасть зева своего дорогой господь мы благодарны тебе что ты дал нам духа святого духа истины который просвещает очи наших сердец наставляет нас на всякую правду ты производишь в нас желание следовать за тобой чтобы все преодолевшие устоять держась за единственную истину истину твоего святого слова мы благодарны тебе что ты каждый день меняешь и преобразуешь нас и мы не остаемся прежними мы молимся за здоровье всех присутствующих на основании слова твоего ранами иисуса мы исцелены юность наша обновляется подобно орлу мы провозглашаем полное здоровье наших духа души и тело славим и благословляем тебя наш господь во имя иисуса аминь будьте благословенны до следующей встречи а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал!